Буна зьюа драч приедень! Йоману мес Катя, Таисия и Настя. В этом выпуске мы вам покажем, как провести интересный досуг в Москве. В этом городе есть масса возможностей реализовать себя. И сегодня мы расскажем вам, как интересно провести выходные гуманитарию, спортсмену и технарию. Идеальный мир? Да, лекарства от рака легких. Тут может позаниматься спортом любой желающий. Моторика сделала акцент на индивидуальном дизайне, что позволило приучить детей носить протез. Сколково – это не территория, это идеология. И снова здравствуйте, меня зовут Катя, и я из Молдавии. Приехала сюда в Москву, учусь на программиста, направление бизнес-информатика. И меня интересует новейшие технологии, IT. Конечно, мое любимое место – это Сколково, крупнейший инновационный центр. И здесь работают крупнейшие IT-компании, компании-инвесторов, и можно найти финансирование своих проектов и стартап. В Сколково есть множество курсов для любителей техники, IT-направлений. Также тут можно хорошо провести свое время в камборкинге. Все, конечно же, бесплатно. Также есть выставки новейшей технологии. И давайте же посмотрим на эти чудо-техники. На территории Сколково огромное количество зелени, как вы видите, парки. Там центральный парк с озером. В Сколково улицы, названные именами разных ученых. Есть улица Альфреда Нобеля, Адама Смита, Блес Паскаля. Есть улицы… Одна улица художника. Как вы думаете, какого? Да, Казимир Малевич. Одна всего улица у нас художника. А так, есть улица Игоря Сикорского, улица Зворыгина, Попова, улица Никола Теслы. По территории планируется, что будет только электротранспорт передвигаться. Но пока с автомобилями эта идея передвигается, а электробусы ездят уже давно, синие наши. Компания «Ховер» занимается изготовлением такого гибрида мопеда и дрона. «Ховербайк» летает на высоте 5 метров. Безопасная высота можно и выше, до 20, и со скоростью 70 км в час. И как раз эта же компания, Александра Атаманова, потомственного пилота, она занимается изготовлением московского летающего такси. Такси будет летать при первой же возможности, когда появится разрешение полета над Москвой, будет летать на высоте 150 метров со скоростью 200 км в час. Разработки для людей с ограниченными возможностями – это коляска, которая передвигается тоже со скоростью 7 км в час и имеет возможность поднимать человека с ограниченными возможностями на любую высоту по ступенькам. 98% деталей российского производства, около 80 колясок ежемесячно сейчас делается для людей, которые через фонды социального страхования, россияне могут получить эту коляску бесплатно. Сейчас идет в новостях, рассказывают, что готовится лекарство от рака. Сделано на территории Сколково, лекарство от рака легких. И оно прорабатывается, действительно у нас огромный медицинский кластер. И одна из компаний, которая вошла на территорию этого медицинского кластера, это компания из Израиля, Хадаса. Они занимаются выявлением онкологии на ранних стадиях. У нас очень многие, в принципе, в России, когда заболевают раком, ездят лечиться в Израиль. А теперь эта компания, страна, зашла к нам сюда, в кластер. Эта клиника работает с 2016 года. Там необычная, конечно, если вот зайти. Она на территории Сколково находится, построена по принципу исцеляющей медицины. Даже само здание исцеляют. Привет, друзья! Меня зовут Настя, и родом я из Кишинева. В Москве я живу уже два года. Здесь я учусь и работаю. И за это время я поняла, что в таком бешеном ритме и темпе Москвы, которым она всем известна, просто жизненно необходимо найти для себя какие-то источники, которые бы вдохновляли тебя, из которых ты будешь черпать силы. У меня есть небольшая традиция каждые выходные посещать культурные места и мероприятия. Благо, Москва предоставляет под это широкий спектр возможностей. Сегодня мы посетим несколько таких мест, и я расскажу вам, что здесь есть интересного. Первая локация, которую мы решили посетить, это выставка «Квадрат Малевичев в пространстве». И она находится в ГЭС-2. ГЭС-2 такое универсальное место, где помимо выставок вы можете работать в каворкинге, почитать книжки, покушать и даже сходить в кинотеатр. На мой взгляд, это рай для перфекционистов, потому что здесь все такое симметричное, белое, чистое. Идеальный мир! К чему бы вы ни прикоснулись в ГЭС, все является искусством. Посмотрите на эти потрясающие книги. Вы можете прийти, почитать их прямо здесь. Или интересующие взять себе. Если говорить о кино, то в ГЭС часто проходят различные кинофестивали и показы шедевров мирового кинематографа. Вы можете зарегистрироваться, прийти и смотреть эти фильмы абсолютно бесплатно. «Квадрат Малевича в пространстве» — это потрясающая, нашумевшая в Москве выставка современных художников, которая демонстрирует нам подход к восприятию искусства. Идея выставки в том, что картина сама является платформой для творчества, и каждый человек может сам стать творцом. Посмотрев на картину, он создает свои образы и свои идеи. Мне очень нравится то, как в последнее время выглядят выставки. Их можно рассматривать как на микро, так и на макро уровне, где и сама выставка уже является произведением искусства, так и ее отдельные элементы — шедевры. Продолжение следует... Ребята, которые становятся участниками технопарка, сейчас их 4 360, а к 30-му году в планах довести это количество до 7 тысяч, вот эти ребята получают экономические преференции. Они не платят налог на прибыль, на добавленную стоимость, на землю, на имущество. Всего 14% выплачивается в социальные и пенсионные фонды, и получают здесь доступ к грантам от фонда Сколково в размере от миллиона до 400 миллионов на развитие прототипа, на развитие своей компьютерной программы и на все то, на что необходимо получить специальные финансовые дотации. Здесь есть свой отдел кадров в технопарке. Они помогают набрать команду, и поэтому это один из способов, между прочим, попасть сюда, не придумав что-то новое. Можно оставить резюме, если вы специалист хороший в своей области, оставляете резюме в отделе кадров, и можно писать резюме. В прошлом году 800 человек были трудоустроены таким образом. Это тоже возможность попасть в технопарк. Здесь есть своя команда, которая помогает акселерировать бизнес, создать проект, который будет интересен инвестору. Потому что вообще технопарк – это место, где наука соединяется с бизнесом. Как сказал Виктор Виксельберг, наука выходит замуж за бизнес. Вот это как раз пространство, где можно встретить инвесторов, которые вас поверят, вложат в ваш проект, и это станет каким-то бизнесом необходимым для страны. Тут проходят какие-то конференции, где можно представить свои проекты? Здесь проходит огромное количество, более 350 мероприятий ежегодно. Проходит в Сколково. Вот на территории технопарка, как раз видите, кажется такое пустое пространство. Оно используется постоянно для конференций, для выставок. И именно за счет этого я вам скажу, что технопарк построен... Два здания на территории Сколково построены за деньги Минфина, нашего Министерства финансов. Это технопарк и Сколковский университет. Технопарк вышел уже два года, как на самоокупаемость. Про Сколковский университет науки и технологий говорит, что здесь учатся 1200 студентов. Они обучаются на английском языке, поступают сюда на 12 магистрских программ и на 7 программ для аспирантов. Получают стипендию от государства. То есть это обучение бесплатное, с выплатой стипендий. 70 тысяч выплачиваются тем, кто учится в магистратуре. И вот 90 тысяч аспирантам. У нас сейчас какая-то огромная программа, называется «Узнай Россию». Только буквально как раз группа была. Молдова, Узбекистан. Сюда привозят молодежь. Им показывают, это все государственная программа. И вот в технопарках привозят обязательно. Ну, прекрасные молодые люди, образованные. Все так по-русски говорят. Даже кто год назад... Вот молодой человек меня поразил. Я, говорит, год назад не говорила по-русски. Говорит в совершенстве. Вот как раз из Кишинева. Я даже не поверила. Он говорит, мне так нравится здесь. И язык, и как мне нравится тоже здесь, на этой программе находиться. Их провозят и по центру. И вот сюда в технопарк привозят. Это поразительные молодые люди. И программа. Я, говорю, просто восхищаюсь нашим государством, который это делает. Потому что это надо было делать давно. И потому что настолько негатива о нашей стране говорится. Нам нужно противодействовать этому обязательно и показывать, как на самом деле это. Резиденты нас могут стать. Но они, единственное, те, кто из стран недружественных, не могут получать гранты. А так резидентами они становиться могут. Проходят по конкурсу. И совершенно спокойно могут арендовать тоже помещение. Но без доступа к деньгам государственным. Всем привет. Меня зовут Таисия. Я новая ведущая. Я только год назад переехала в Москву. Перешла в 11 класс. Мне тут все очень интересно, увлекательно. В России есть очень много разных возможностей. Также спортивных. Поэтому сегодня мы приехали в ландшафтный парк Малевича. Чтобы показать вам, как люди разных возрастов могут заниматься бесплатно спортом. Продолжение следует... В человеке все должно быть прекрасно. И душа, и тело. А парк Малевича тому доказательство. Здесь можно и позаниматься спортом, и посмотреть различные арт-объекты от Третьяковки, посвященные Малевичу. Насте, привет. Субтитры сделал DimaTorzok на прокат. Летом это, например, волейбольные мячи, велосипеды, ракетки, а зимой лыжи, коньки или тюбинги. Сейчас мы посетим один павильон резидента Сколково. Это Моторика, и сотрудник расскажет нам обо всем. Компания Моторика начинала с тяговых протезов. То есть, эти протезы были прежде всего под детей. И мы делали акцент именно на кастомизации протезов. То есть, мы делали протезы с дизайном, с какими-то картинками, адаптировали их под детей. Это позволило детям чувствовать, что протез – это какая-то их часть, в которую они вложили какие-то свои мысли, какие-то свои желания. Соответственно, наши дизайнеры их реализовывали, что позволило приучить детей носить протезы. Потому что одна из больших проблем в индустрии протезирования – это то, что люди привыкают жить без протезов с детского возраста. То есть, если это аплазия у ребенка, у ребенка просто не было части руки, он привык, что ее и не должно быть. Когда он получает протез, если этот протез – просто какая-то косметика, которая ему не нравится, он ее носить не будет. Моторика сделала акцент на индивидуальном дизайне, что позволило приучить детей носить протезы. Соответственно, с этого компания начинала, и дальше она росла в взрослые протезирования. В какой-то момент мы дошли до появления бионических протезов. Это протезы, которые имеют у себя микропроцессорное управление, имеют у себя систему приводов, которые могут приводить движение, либо один схват, то есть это условно-клешня. То есть обычные односхватные протезы, довольно старого образца, так и многосхватные протезы. Вот, например, здесь многосхватный протез, здесь на каждый палец приходится по отдельному мотору. Вся эта система управляется с помощью электромиографии. То есть это датчики, которые размещаются над остатками мышц, и когда пользователь эти остатки мышц напрягает, датчики регистрируют напряжение и преобразуют в движение протеза. То есть это все-таки наружные, не внутренние что-то? Да, компания развивалась, мы начинали с традиционных путей, то есть традиционный путь – это наружные считывания, не инвазивные, электромиография фактически. Далее моторика пошла в сторону в том числе инвазивных технологий, но с точки зрения именно очистления протезов, то есть мы поддавали, у нас на кончиках пальцев протезы находились датчики давления. При активации датчика давления передавался сигнал на нейростимулятор, и дальше электроды нейростимулятора подшивались непосредственно к нервам человека, что позволило через специальный преобразователь моделировать ощущения. И человек с полностью закрытыми глазами и ушами мог почувствовать протезом предметы. Это такое одно из достижений моторики, которое позволило, первое, снять фантомные боли, то есть когда при потере конечностей мозг запоминает ощущения, которые в этот момент были. Мы же здесь занимаемся именно разработкой серийных версий изделий, то есть это вот наши кисти, потихонечку идем дальше в протезирование, то есть у нас будут еще рабочие протезы. Среди протезов рук все-таки моторика на данный момент, именно как российская компания, занимает лидирующую позицию на рынке. Вы сказали, что это через мышцы все работает, то есть это идет импульс мышц? Смотрите, да, когда человек напрягает мышцу, мышца формирует небольшое электромагнитное поле, которое можно зарегистрировать с помощью электромиографии и использовать в целях управления протезом. У нас есть только функциональные протезы, то есть не те, которые просто прикрывают травму, имитируют здоровую руку. У нас есть протезы, с помощью которых можно заниматься мелкой моторикой, развивать мышцы даже для самых маленьких. Мы единственная компания в мире, которая протезирует, функционально протезирует детей с двух лет. Мы, на самом деле, с 2016 года произвели уже более 8 тысяч протезов, и у нас есть пользователи из 18 стран в мире. Дочерние компании в Индии. У нас есть пользователи России, СНГ, Малайзии, Франции, Турции, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и прочее, прочее. Дельнас играл с друзьями в футбол на поле. В какой-то момент мяч попал в трансформаторный щит. Он полез его доставать, но получил электроожог. В конечности ребенка загорели. Сейчас семья собирает документы на получение инвалидности. После этого они смогут встать в очередь на протезирование. Я надел свои протезы и пришел сюда. Теперь я могу ими управлять. А сейчас мы находимся во дворе на территории новой школы, которая сейчас строится по всей России. Тут может позаниматься спортом любой желающий после трех часов. Тут есть и спортивные тренажеры, и футбольное поле, и волейбольное поле и так далее. Вино является неотъемлемой частью молдавской культуры. И с 2018 года оно даже считается не алкогольным напитком, а продуктом питания. До такой степени мы любим вино. И сейчас мы находимся в месте, которое тоже связано с вином и является, наверное, эпицентром московской культурной, творческой и креативной жизни. Мы на винзаводе. Сейчас мы находимся на одной из выставок винзавода, которая называется «Возвращающий взгляд». Художественное искусство уже очень давно не является способом передачи изображения, как было раньше. Оно служит таким окном для художников, через которое они могут выпустить свои мысли, чувства и ощущения в этот мир. Винзавод предоставляет потрясающую возможность для молодых художников выставлять свои работы в его локациях. Каждые шесть недель здесь проходят смены экспозиции, проходят вернисажи, после которых художники могут выставить свои работы в галереях винзавода. Вдохновившись картинами, представленными на выставках, мы можем, как говорится, не отходя от кассы, зайти в художественную лавку прямо среди винзавода и купить себе все необходимое для того, чтобы попробовать себя в творчестве. Сейчас мы находимся в подвале винзавода. Это такое интересное место, где проходят всякого рода курсы. Сейчас мы пришли к ребятам из галереи Биз-Арт-галерей, и Анастасия любезно согласилась рассказать нам о том, какие художники представлены в этой чудесной галерее, и с какой периодичностью здесь вы можете увидеть новые их работы. Наша галерея выставляет современных художников, которые работают в направлении мета-модерн. Сейчас у нас проходит персональная выставка Александры Халибской. Александра — она и художница, и по совместительству она актриса. Поэтому в работах ей было очень важно передать пластику человеческого тела и эмоции с помощью невербальных сигналов. Вы можете заметить, что работы малоформатные, то есть 7х7, такая карманная живопись. И с моей коллегой, с куратором решили представить все работы, начиная от первой работы, от статики, далее в динамику. То есть во всей экспозиции вы можете видеть развитие человеческих взаимоотношений от сближения до расставания, то есть от радости и до боли. Объектом здесь является человеческое тело, и через человеческое тело показаны отношения? Да, через пластику. Для художницы было важно в первую очередь эта форма, и потом уже рождался цвет, как ассоциация с настроением, с эмоциями. И вы также можете заметить, что тела изображены все по-разному, потому что в каких-то, например, хотела художница передать более сдержанные эмоции, это локальный цвет тела, а в каких-то они пестрят, то есть это как будто человек не может сдержать какой-то порыв эмоциональный, хочется сиять там от счастья, кричать, и это всё тоже представлено в работах. У меня ещё есть такой вопрос. Представим, что я художник, и я очень классные идеи имею, и хочу их как-то выразить в мир. И есть у вашей галереи такое окно для таких вот художников? Как вообще к вам попасть, если есть такое желание? Да, мы сотрудничаем с многими художниками. Если у вас есть желание, вы можете отправлять нам своё CV и ваши работы на почту, и мы с удовольствием их рассмотрим. Ну что ж, друзья, очень надеемся, что вам понравился сегодняшний выпуск. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. И мы снова будем вас брать в очень интересные места. Ля ривиде! Пока! По пути на винзавод креаторы из галереи «Нет стен» организовали такую вот потрясающую выставку уличного искусства под названием «Ритм города». Люди, которые идут в культурный центр, по пути могут уже вдохновиться и настроиться на просмотр различного рода выставок, которые там представлены. Приедете на винзавод, пройдитесь здесь и насладитесь этим потрясающим уличным искусством. Редактор субтитров А.Семкин